Привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал, посвященный косметике и красоте, и сегодня у нас в эфире мои косметические обновки за октябрь и ноябрь месяц, в этот раз вот такие вот объединенные. Самое главное, что я купила в октябре, это вот этот вот ретинол от марки Medic8, точнее Crystal Retinal шестерка. Как вы, возможно, знаете, у Medic8 целая линейка вот этих вот Crystal Retinal, начиная от единицы и заканчивая десяткой, и шестерка это по мощности, так сказать, второй из конца, то есть следующий десятка это самый мощный, по крайней мере, в этой линейке. Я еще расскажу поподробнее про него и покажу текстуру и нанесение в видео с моим уходом зимним, которое совсем скоро выйдет, не пропустите, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить его, но если вкратце, я могу сказать так, он мне нравится, но он не станет моим фаворитом, и конкретно эту версию, шестерку, я повторять не буду. Если я решу брать из Medic8 Crystal Retinal серии, то я возьму десятку, потому что этот мне показался довольно-таки мягким. Я его наношу каждый вечер на все лицо, включая кожу вокруг глаз и шею, никакой побочки от него нет, никакое раздражение, никакой сухости, и поэтому я думаю, что я смело могу брать как бы следующий номер. Что касается эффективности, я заметила его работу с уплотнением кожи, кожа действительно стала более плотная, более такая, как это сказать, как резинистая, что ли. Ну, короче, тонус кожи значительно улучшился, это факт, но он не работает с пигментацией, как и, в общем-то, ни один ретинол на мою пигментацию никогда не производил впечатление. И, к сожалению, есть еще один нюанс, он у меня не работает на чистоту пор. Не знаю насчет текстуры, потому что у меня как бы и не было плохой текстуры, то есть я не заметила, чтобы она улучшилась, но она и не ухудшилась. В общем-то, с текстурой кожи осталось все как было, так что тут я не могу, наверное, просто оценить, работает он или не работает, а вот с порами с моими он не работает от слова совсем, при том, что мой любимый, но слишком зверский от Life Flow чистил мне поры просто идеально. В прошлые года, когда я пользовалась ретинолом от Life Flow, мне не нужна зимой была очищающая маска от слова совсем. Она мне, в принципе, не то, чтобы очень часто была нужна, и только на тызоне, и в основном даже только на носу. Но когда в ходу был Life Flow, я не использовала очищающую маску совсем. С этим я без нее все-таки обойтись не могу. Так что я его рекомендую, я им довольна, и, наверное, в следующем году уже теперь возьму следующую, более ядреную версию, десятку, но надо четко понимать, что он делает, а чего он не делает. К сожалению, он не делает прям все, но его огромный плюс в том, что он достаточно мягкий, и, по крайней мере, на моей замордованной ретинолами коже он не дает вообще никакой побочки, и это, безусловно, огромный плюс. И в октябре я купила всего два косметических средства, потому что хотела затянуть немножко поясок перед Черной Пятницей и поэкономить, ну и как-то ничего не было того, что меня бы интересовало. И второй продукт это вот такой вот лак от Taft, Ultra Pure Hair Lack. По степени фиксации это четверка, и я очень мало что могу про него сказать, потому что воспользовалась я один-единственный раз им сегодня. Кстати, у меня не новая стрижка, это моя обычная стрижка при некоторой сноровке дает вот такую вот укладку, с которой я никогда не выхожу на люди в силу некоторых причин. У меня на затылке родимое пятно, которое вы не видите, а если я выйду так куда-то на улицу, то сразу будет куча вопросов, что у тебя там такое. Ну и в общем я вот сегодня попшикалась, я его купила по рекомендации одной девушки-блогера, потому что она сказала, что он дает сухой финиш, то есть не мокрит волосы, не склеивает, и что у него нет запаха. Я бы не сказала, что у него нет запаха, у него очень слабый запах, ненавязчивый, но я вообще не понимаю, если честно, почему меня зацепило то, что он без запаха, потому что я люблю запах лака для волос. А вот у этого запах вроде бы и очень слабый, но на мой нос он все-таки есть, и он не такой кайфовый, как мои любимые лаки для волос, от запаха которых я просто балдею. И дополнительный минус этого лака, что он не продается у нас, просто пойди в магазин и купи, а мне его пришлось с одного латвийского сайта, торгующего косметикой, заказывать. Пришел он быстро, доставка была бесплатная, но зачем париться с заказом онлайн, если можно пойти другой лак купить просто в магазине. Так что я его безусловно использую и отчитаюсь перед вами в пустых банках, но пока что я сомневаюсь, чтобы я захотела его повторять, хотя все, конечно, может измениться один раз, это не показатель абсолютно. И дальше я буду рассказывать про покупки ноября, но в них не входят те продукты, которые я купила на черную пятницу. Им будет посвящено отдельное видео, все то, что я сейчас покажу, ну в принципе здесь совсем немного, я два заказа сделала в ноябре получается и немножечко пиара и подарков мне прислали. Один заказ был с сайта Beauty Bay, потому что там, во-первых, появились вот эти вот новые скрабы для губ от Jeffree Star с ароматом кровавого апельсина, и я его ужасно хотела, я очень люблю запах кровавого апельсина и вкус красного апельсина, и я боялась, что до черной пятницы их раскупят. И в общем-то была права, именно кровавого апельсина на скидках уже не было в наличии, но он приятно пахнет, мне нравится этот запах, но он не настолько феерический, как я ожидала. То есть у меня есть продукты с запахом кровавого апельсина, более выразительно, более натурально пахнущий, но в принципе он мне нравится, я им довольна. Просто вот этот, например, бальзам от Anthony, тоже Blood Orange, он прям вот как красный апельсин ешь, когда облизываешь губы. Этот все-таки чуть более химический, не противно химический, но нет такого ощущения, что это прям реальный апельсин. В любом случае это мои любимые скрабы для губ, и я на черную пятницу купила еще один в другом запахе, вкусе, аромате, и я так и так им довольна, просто он не настолько оказался феерическим, как я ожидала, но все равно хороший. Вторая покупка с Beauty Bay тоже была без скидки, это подводка Flawmaster от марки Physicians Formula, версия водостойкая, такая с капельками на упаковке. И если вы вдруг смотрели мои фавориты и разочарования за осень, то знаете, возможно, что меня очень сильно подставила подводка от Ofra, и я оказалась внезапно без нормального лайнера вообще. Поэтому мне срочно надо было что-то купить, я знала как бы, что я хочу хиндаш, но в тот момент лайнер хиндаш еще на Культ Бьюти даже вообще не появился в продаже. В итоге я его заказала на черную пятницу по скидке, но на тот момент мне вот здесь и сейчас нужна была хоть какая-то подводка. Я вспомнила, что много было позитивных отзывов на эту, и вы знаете, пока что она мне нравится. Но единственное, что, конечно, как всегда я говорю, водостойкая косметика это не потостойкая и не слезостойкая косметика. Мои слезы, как слюни чужого, разъедают абсолютно все, включая эту подводку. И первый же раз, когда я с ней походила, я показала в инстаграме, если не найду, сейчас ставлю фотографию, как у меня растеклась стрелка. Что касается потостойкости, пока не было возможности протестировать, но мне понравилась кисточка-аппликатор, мне понравилось количество самого этого продукта, мне понравилось, что подводка очень черная. В общем-то, все показатели у нее хорошие, но выводы какие-то финальные делать слишком рано. Немножечко мне кажется, что великоват этот хвостик, великовата кисточка. У меня периодически получается линия толще, чем я рассчитывала. Но это, возможно, еще вопрос того, что надо приноровиться к ней. Короче, пока что мне нравится, но не уверена, что это станет моим прям абсолютным фаворитом. Кстати, то, что я сказала, что она не слезостойкая, это не претензия, как я уже сказала, мои слезы, они разъедают все. Ничто, ни одна подводка, ни одна база, ни один карандаш, ни одни тени, ничто не держится от моих слез. Так что это не проблема подводки, просто мне надо понять в остальном, какая у нее стойкость. Если у меня слезятся глаза, я просто обычно не рисую стрелки, да и вообще стараюсь глаза не красить. А вот в нормальной ситуации, когда глаза не слезятся, я еще должна ее протестировать и понять, как она мне. И последний продукт, который я взяла на Beauty Bay, это бальзамная помада Linda Halberg в оттенке Famous. Я уже сто раз была с ней в видео, потому что дико она мне нравится. Сегодня я ее использовала с очень холодным карандашом для губ. Вот такой вот от Essence в оттенке Sucker for Grey. И эта дико универсальная помада, как вы видите, с холодным карандашом, она такая прямо нюдово-бежевая получается, с теплым карандашом она получается такая более тепленькая, бежевая. В общем, дико-дико универсальный цвет оказался. Форму лето я давно признаюсь в любви, но сейчас я вам хочу сказать еще и, что этот цвет совершенно потрясающий и мне кажется, будет дико универсальным. Потому что два предыдущих, которые у меня есть, Goldstone и особенно Ametrine, они такие достаточно холодные, и если вы не такой розовый поросеночек с холодным подтоном, как я, то они на вас могут выглядеть слишком такими холодными. На мне Goldstone выглядит просто как мои губы, только лучше, а Ametrine даже на мне выглядит, как я немножко умерла. Но если вы все-таки нейтрального или теплого подтона, я рекомендую вот этот вот оттенок Famous, он прекрасен. Он такой многофункциональный, в зависимости от карандаша и в зависимости от вашего собственного пигмента губ и всего остального макияжа, он может быть абсолютно любым. Холодным, теплым, нейтральным, как угодно. Это третья моя помада из этой линейки, и я уже начинаю подумывать, что я хочу еще какую-нибудь. Единственное, я бы хотела персиковую, но, по-моему, у них нет в этой линейке персикового оттенка, есть только что-то типа оранжевого. Но за счет того, что помады бальзамные и полупрозрачные, может быть, оранжевый как раз будет как персиковый выглядит, не знаю. Надо, короче, еще подумать, но я этой покупкой очень сильно довольна и всем, как всегда, рекомендую. Если вы любите полупрозрачные, увлажняющие, сияющие продукты для губ, это прям суперклассно. Покупка, которую я сделала офлайн, что для меня большая редкость. В основном всю декоративную косметику и уход я покупаю где-то в интернете, только там продукты для волос и для тела покупаю офлайн. Но я решила, что, видимо, я буду последним блогером, который вскочил на эту лошадку, но я все-таки захотела попробовать тушь от Maybelline Sky High. Несколько месяцев назад она гремела в интернете, в тиктоке, в инстаграме, все блогеры сделали на нее обзор. Я, честно вам скажу, я небольшая любительница дико хайповых вещей. То есть, если что-то хайповое и оно мне очень нравится и очень интересует, я куплю. Но косметику ради обзора и ради того, что это популярно, я не покупаю. И, собственно, мое мнение изменилось только по одной причине. Когда я в своих фаворитах из разочарованиях, опять же, за осень упомянула, что мне очень понравилась тушь Essence, которая является одной из немногих термотушей в масс-маркете, меня несколько человек поправили и сказали, что в масс-маркете гораздо больше термотушей, чем кажется. И, в частности, одна девушка указала мне, что вот эта у Maybelline является также термотушью. Я решила, что тогда мне совершенно точно надо ее попробовать. На самом деле, накрасилась я ей только один раз и ничего еще не поняла. У нее очень жидкая формула. Сто процентов она мне не подкручивает ресницы. Это то, что я сразу могу сказать. Она даже... Ну, дайте я вот посмотрю. Я даже в порядке эксперимента под нее не наносила праймер, фиксирующий завиток. Но я не скажу, что она полностью распрямила ресницы, но она не зафиксировала завиток. Хотя ресницы не выглядят абсолютно прямыми. Есть все-таки присутствует какой-то завиток, но она распустила то, что я сделала щипцами. И на данный момент она очень жидкая и плоховато делает мне драму. Хорошо удлиняет, но плоховато придает объем. Но я от многих слышала, что эта тушь должна раскраситься. И совершенно очевидно, через некоторое время, мое мнение о ней может поменяться. А может и не поменяться. Ну, пока вот так. Вот это моя обновка. Пока что сложно о ней что-то конкретное сказать. Последняя моя покупка в ноябре, это я не смогла устоять и купила сразу в момент запуска палетку Huda Beauty Rose Quartz. Все равно выцепала на нее 15% скидку, потому что я не покупаю косметику без скидки. Но я хотела в числе первых сделать на нее обзор. В данном случае я, опять же, я не покупала палетку для того, чтобы сделать на нее обзор. Я покупала ее потому, что я четко вижу, что это моя цветовая гамма. Я знаю, что мне очень нравятся сияшки. Я уже по сводчам видела, что мне понравятся сияшки. И потому что вот в таком же оттенке из маленькой палетки Huda, которая Nude Light называется, у меня уже дырка. То есть я понимала, что через некоторое время я захочу как бы новую палетку Nude Light себе, когда у меня этот оттенок закончится. Он у меня в ней самый ходовой. И когда я увидела эту, я решила, что я лучше возьму ее. Тут какие-то другие сияшки интересные и вот этот же оттенок как бы на замену. Так что я покупала ее для себя. Но, конечно, видя, что это хайповый релиз, я хотела ее купить для себя и успеть сделать на нее обзор. Мне это не удалось, потому что Культ Бьюти больше двух недель, почти три недели слал мне эту палетку. Я не знаю, быстрее было бы с официального сайта или нет, но уже есть теперь так, как есть. Первые впечатления на эту палетку уже доступны у меня на канале. Вот здесь по всплывающей подсказке можете их посмотреть, если интересно. Обзор на нее будет. Не знаю, насколько он будет востребованный так поздно, потому что все блогеры уже, кто хотели, сделали на нее обзор. Мне кажется, все, кто хотели ее купить, уже купили ее на черную пятницу, потому что были очень хорошие скидки на нее. Но, тем не менее, я обещала и обзор я сделаю. Поэтому, вкратце, палетка мне нравится. Я не могу сказать, что это мой такой абсолютный фаворит а-ля Пэт Маград, но она гораздо более разнообразная, чем кажется на первый взгляд. Здесь, в принципе, четыре разные группы макияжей можно сделать. Можно сделать теплый нюдовый макияж, как это ни странно, потому что вот эти два растушевочные и затемняющие, и вот этот вот, и вот этот вот шиммеры дают очень такой даже тепленький макияж. Здесь можно сделать довольно такой нюдовый нейтральный, все равно уходящий немножко в розовинку, но более-менее нюдовый макияж за счет вот этого, вот этого и вот этой сияшки. Естественно, здесь можно сделать розовый макияж, естественно, здесь можно сделать фиолетовый макияж. Ну и за счет разнообразных очень красивых дуахромов можно разных эффектов добиться. То есть палетка довольно-таки разнообразная. Это не Наташа Денона Глэм, где в палетке из 15 оттенков можно сделать только два типа макияжа. Либо нейтральный теплый, либо нейтральный холодный. Все, больше вариантов нет. Здесь как бы разнообразия больше. Ну и, конечно, такого варианта, что из 10 оттенков можно 10 плюс макияжей, как у Пэт Маграт, вытащить, здесь тоже нет. Но все-таки это моя цветовая гамма, холодная, розовая, и поэтому я довольна этой покупкой. Сегодня, кстати, на глазах у меня не она. Сегодня я красилась вот этой красоткой Марк Джейкобс Стилета. Лимитированная палетка, бренда которого больше не существует. Что касается покупок, это было все. Если вам неинтересно смотреть, что мне подарили и что мне прислали от брендов на обзор, то в этом месте я с вами прощаюсь. Если интересно, то продолжаем. Подписчица, моя замечательная подписчица. Вы вообще у меня такие классные, вы меня так балуете. Мне подписчицы присылают такие потрясающие подарки. И в этот раз я просто, когда распаковала, я была в шоке. Хоть я и знала, что мне пришлет. Мы как бы переписывались и мне сообщили, что именно мне посылают в качестве презента. Но все равно я чуть не расплакалась, честно говоря. Во-первых, это ампулы Дарфан с ретинолом, которые, если вы смотрели мой вышлист, вы знаете, что я хотела и обдумывала. Во-вторых, это ампулы же Дарфан с витамином С. То есть, вот так вот буду пробовать. Просто, просто я не знаю. У меня слов нет. Большое спасибо. Ну, в смысле, есть слова. Большое спасибо. Других слов нет. То, что было в моем вышлисте, и я страшно сокрушалась и завидовала москвичам и россиянам, потому что в Золотом Яблоке на Черную Пятницу были такие скидки, и эти патчи стоили столько, что никогда я не видела такой цены. Ни на одном сайте, ни с 40% скидкой, никак вообще я не видела. Они стоили что-то около 3,5 тысяч рублей. То есть, это где-то 40 евро. У нас они стоят 89 евро в магазине, и больше 20% в Латвии не бывает. И даже на Лук Фантастике с 40% скидкой все равно не доходило до этой суммы. Огромное спасибо. Это мой мастхэв. Обожаю эти патчи. Это не гидрогелевые патчи. Это именно нетканный материал, то есть такая тряпочка как бы с очень питательной, насыщенной пропиткой. Они не увлажняющие, они именно питательные, такие прям маслянистые даже эта пропитка. Для девушек с очень сухими нижними веками, как у меня, для девушек возрастных, потому что эти патчи содержат ретинол, прекрасная вещь. И при этом они не раздражают глаза, ретинол достаточно мягкий. Ну, я бы не сказала, что разглаживаются морщины от этих патчей, но питание просто сверхъестественное. Я каждую зиму покупаю такую упаковку и использую там 12 пар. И я вот как бы 12 недель каждую неделю, ну иногда там пару раз в неделю, делаю курсом вот эти патчи. Обязательно каждую зиму. Огромное спасибо за то, что снабдили меня. Я очень сильно признательна. И как будто этого было мало, мне еще накидали 4 миниатюрки масок. Во-первых, моя любимая Glam Glow Super Matte, вот такая вот маленькая. Не знаю, пока что отложу, наверное, на случай, если куда-то поеду. Может быть, все-таки у нас откроются границы и начнем мы путешествовать. Ну, если нет, просто летом изведу ее. У меня большой тюбик есть, но это моя самая любимая очищающая маска, поэтому как бы я никогда не против получить еще дополнительное. Во-вторых, осветляющая гель-маска с витамином С от Lumen. Никогда ее не пробовала и ничего не слышала. Мне кажется, что это больше подходящее для лета, наверное, потому что гель-маска, гелевая текстура. Думаю, что пока тоже отложу, не буду пользоваться. Сейчас меня как-то больше тянет на питательные маски, но летом обязательно попробую. Знаменитая Philorgo Meza Mask. У меня был когда-то такой вот тюбик, и я ее не поняла, если честно. Но с удовольствием попробую еще раз, потому что у этой маски масса поклонников, и, может быть, я что-то не поняла. Может быть, в тот момент нечего мне было исправлять, как мне часто говорят. Ну, в общем, я с огромным удовольствием. Повторно ее протестирую. Может быть, мое отношение поменяется. Ну, а вдруг? И еще одна маска от Glam Glow с пробиотиками. Вот это, мне кажется, как раз на сейчас должна быть маска, потому что написано, что она recovery, восстанавливающая. Я думаю, что как раз-таки для зимнего сезона подойдет идеально. Так что в ближайшее время ей воспользуюсь. Еще раз огромное спасибо за этот потрясающий подарок. И всем вообще, кто мне когда-либо что-то дарил из подписчиков. Я очень-очень вам благодарна и признательна. И каждый раз, как получаю подарки, думаю, ну, 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 блин, ну вот как так? Совершенно незнакомому. Ну, то есть вы-то меня хорошо знаете. Это я вас не знаю. А вы-то меня очень хорошо знаете. Я для вас, конечно, знакомый человек. Но все равно вот так вот чужому человеку посылать в другую страну. Такие классные, дорогие подарки. Огромное вам спасибо. И немножечко, совсем чуть-чуть пиара. Всего две посылки в этом месяце я получила. Одно, а зато одна такая. Давайте с нее и начнем. Я когда получила сообщение от этого бренда, что они высылают мне пиар, я такой дикий вопль издала. Вы себе не представляете. Потому что я даже не знаю, как вам это сказать, но мне прислали на обзор кисти рефор. Целых пять штук. Я так понимаю, что это какой-то их базовый набор, потому что кисти пронумерованы 1, 2, 3, 4, 5. Ну, то есть логично, это, наверное, какой-то первый самый core set, или как он называется. Я не смотрела еще на сайте, как он называется. Короче, в него входит кисть вот такая большая. Ну, наверное, для пудры, хотя я предпочитаю для пудры еще побольше. Я сегодня ей наносила тональное средство. И, кстати, она очень даже неплохо с этим справилась, хоть я все-таки предпочитаю спонжем наносить тон, но мне было интересно проэкспериментировать. Вот такая вот скошенная кисть для скульптора и для румян тоже. Я попробовала с кремовыми продуктами, работает отлично. Надо еще будет с пудровыми попробовать, но как раз-таки в том, что будет хорошо работать с пудровыми, я не особо сомневаюсь, потому что что там, какие там могут быть претензии. А вот с кремовыми мне хотелось проверить. И работает просто отлично. И три вот такие кисточки для глаз. Растушевочная, немножко сплющенная. Похожа очень сильно на Mac 217, только не колючая от слова совсем. Вот такая вот плоская для нанесения сияшек. Очень сильно похожа по форме на мою любимую волшебную от Bdellium Tools. Надеюсь, она будет также волшебно наносить шиммеры, но меня терзают смутные сомнения, потому что она мягче. Bdellium, она такая жесткая прямо, поэтому она набирает, прямо так взрыхляет эти шиммеры и набирает их. Мне кажется, это слишком мягкое, чтобы быть такой волшебной. Но, тем не менее, я думаю, что она все равно хороша. И вот такую вот кисть-карандаш, блин, я такие вообще обожаю. Они очень многофункциональные. Можно и нижнее веко проработать, и в уголок нанести, и во внутренний уголок. В общем, я в диком восторге. Это кисти японской сборки из натурального ворса Козы, насколько я помню. Не уверена, могу ошибаться, если вдруг ошибаюсь, ставлю на экране поправку. Но, по-моему, это ворс Козы. И меня уже несколько человек спросило, как они по отношению к кистям Sony G. Я, конечно же, еще должна их распробовать как следует. Но я вам сразу могу сказать, здесь ворс более упругий. Sony G у меня для лица нет, у меня Sony G только для глаз. Здесь ворс более упругий и более плотно набит. За счет этого кисти не такие мягкие и воздушные, как Sony G. Но, тем не менее, они не колятся от слова совсем. Поэтому я не могу сказать, что это им в минус, что они пожестче, чем Sony G. Поскольку они не колятся, то это как бы не минус. Это просто другая немножко текстура. Sony G прекрасны для акварельных макияжей, для какой-то такой вообще дымчатой растушевки. Здесь, я думаю, эти кисти будут классно работать с более пигментированными продуктами, с более пигментированными тенями. Ну, а что касается для лица, мне на самом деле не особо есть чем сравнивать, потому что натуральных кистей для лица у меня, мне кажется, даже и нет. Не знаю. Надо посмотреть, но у меня в основном для лица это Make Up For Ever, что-то с Али. Вот я смотрю Aritaum кисть, Hourglass у меня одна кисть. То есть это все синтетика. Натуральных кистей для лица у меня, мне кажется, до сих пор даже и не было. Так что эти не с чем сравнивать. Ну, в общем, я вообще в диком восторге от самого факта, что я от Refer получила пиар. Это просто невероятно. И сами кисти пока что мне очень-очень нравятся. Я даже думаю, что я на следующую черную пятницу хочу по скидке взять себе еще несколько штучек. В этом году были очень хорошие скидки на Refer, но я знала, что ко мне едет пиар, я уже знала, что посылка в пути, и поэтому я не стала ничего покупать, хотя была у меня такая мыслишка изначально, но я не стала ничего покупать, потому что решила, что я уже дождусь пиара, и тогда уже буду принимать на основе этого информированное решение, но, к сожалению, до Черной пятницы эта посылка ко мне не успела. Но я думаю, что на следующий год кисточки этого бренда 100% будут в моем вышлисте. И последняя пиар-посылка мне пришла от латвийского представительства марки 417. Я так понимаю, что это израильская косметика, и мне пришло 4 продукта. Во-первых, шампунь для интенсивного объема с грязью, мат написано. Я сама выбирала эти средства, и я много раз говорила на канале, что я постоянно борюсь за прикорневой объем своих волос, которые прямые как палки, очень скользкие, очень гладкие, и опадают вообще моментально, и буду пробовать этот шампунь. Еще не пробовала его, даже еще в ванну не относила, потому что хочу сначала сфотографировать красиво баночку, а потом уже, потом уже тестировать. Пункт второй, что мне прислали, это скраб для тела с ароматом океана. И, к сожалению, у меня уже есть к нему претензия к упаковке. Я сняла с него защитную пленку, чтобы понюхать и посмотреть, как он выглядит, после чего закрыла и поставила вот так вот вертикально банку. Тем не менее, вот здесь вот все в масле, просто вот все в масле. То есть он, будучи закрытым и стоя вертикально, он подтекает. Я в качестве подноса использую вот эту крышку от обувной коробки, и вот он простоял 5 минут в ней. Видите? Жирное пятно. Он просто течет, будучи закрытым, не будучи в наклоне, он просто закрытым вертикально протекает. Это, конечно, не критично, когда он стоит в ванне, хотя тоже неприятно, но я была, да, неприятно поражена. И вот даже сейчас я взяла банку, у меня все руки в масле. Пахнет он смесью соли, океана, и кокоса, я бы сказала так, такой приятный запах, но очень навязчивый. Я первый раз, когда вот открывала, у меня руки были в этом масле, я потом его несколько часов еще чувствовала, даже после того, как помыла руки. Не знаю, как он будет на коже сохраняться, посмотрим. Я пока его еще не пробовала, в принципе, тоже хотелось бы сначала сфотографировать баночку, но тут я вынуждена буду ее все-таки поставить в ванну, потому что, ну, только на плитке можно хранить эту штуку. Я вот сейчас поставила на салфетку, и то уже у меня жирная столешница на столе. В общем, упаковка какая-то странная. Третий продукт, который мне прислали, это баттер для тела. Я так понимаю, что это миниатюрка. Понюхала его, пахнет он не так, как крем, он пахнет, ну, блин, нет, я не могу даже сейчас понять, какой запах, потому что у меня руки очень сильно пахнут скрабом. Но он, насколько я помню, пах как-то по-другому. В прошлый раз, по-моему, я его раньше, чем скраб вскрывала. И четвертый продукт, который мне прислали, это крем для кожи вокруг глаз, тайм-контрол, антивозрастной. И я его один раз попробовала, и сразу поняла, что это не мой продукт, потому что это крем бальзамной текстуры, такой силиконистый, которую наносишь, когда кожа остается матовой. Мне это категорически не нравится, я за эту текстуру целую кучу не люблю корейских уходовых средств для кожи вокруг глаз. Я люблю сливочную текстуру, я люблю жирненькую текстуру, даже можно, ну вот баттеры не очень люблю, есть у меня сейчас один крем, который на баттер похож для кожи вокруг глаз, и все-таки это не тот. Я люблю жирненький лосьончик, скажем так. Я люблю киллс авокадо, то есть я люблю, чтобы когда я намажу вокруг глаз кожу, она такая блестела от жира, вот. У меня очень сухая кожа вокруг глаз, особенно нижние веки, и вот это то, что я люблю. Вот эта вот силиконистая матовость, это не то, что мне нравится, и я думаю, что не буду даже переводить продукт, скорее всего моя мама оценит, у нее нет такого предубеждения против бальзамных кремов для кожи вокруг глаз. Я обычно все, что мне вот из-за этой текстуры не нравится, отдаю маме, и ей заходит просто на ура. Поэтому я решила, что эту штуку я просто передам, так сказать, в добрые руки, ну а все остальное буду пробовать. Собственно, это все мои покупки за октябрь и первую половину ноября до того, как стартовали основные скидки на Черную Пятницу. Все, что касается моих покупок на скидках, я осветю, освещу, короче, расскажу вам в отдельном видео, которое выйдет немножко попозже, когда до меня все посылки доедут. Большое спасибо вам за просмотр, не забудьте простимулировать это видео лайком. Если сейчас еще что-то хотите посмотреть, то YouTube вам предложит на выбор два других моих видео, а мы с вами увидимся завтра. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok